Добрый-добрый день! И у нас в эфире очередной новый выпуск передачи «Много букв», в которой мы говорим о фантастике, о космосе и, естественно, о книгах, фантастических книгах и книгах о космосе. С вами в студии, как всегда, научный журналист Михаил Котов, и сегодня у меня есть просто замечательный гость Леонид Еленин, астроном, человек, который сам нашел, я думаю, он об этом нам чуть-чуть расскажет, несколько комет, астероидов. Но более того, Леонид сейчас не просто астроном выступает у нас как гость, но и как писатель, и об этом мы еще чуть позже сегодня поговорим. Привет, Леонид! Привет, Михаил! Леонид, расскажи, какие у нас сегодня книги вообще, о чем будем говорить? У нас сегодня три книги, они все о космосе. Две из них – это научно-популярные книги, рассказывающие про миссию к Плутону. Это книга, рассказывающая про открытие такой фундаментальной частицы, как нейтрино. Ну и третья книга – это художественная книга «Предел Бортля», написанная мной, которая рассказывает о такой теме в астрономии, это астрономия и кометная опасность. Это мой взгляд на вот эту тему, и книга рассказывает о комете опасной летящей Земле. Замечательно. Я думаю, мы сейчас обо всем по порядку. Начнем тогда с «За новыми горизонтами». Кто у нее авторы? Да, эта книга написана Аланом Стерном и Дэвидом Гринспоном. Алан Стерн – это научный руководитель миссии, который, в принципе, эта миссия – его мечта. То есть эта миссия была задумана в конце 80-х годов и имела такой очень сложный и долгий путь развития. А Дэвид Гринспон – это классный журналист. Книга написана потрясающе, она очень легко читается, хотя достаточно такая обширная тема, интересная. Но у него большой опыт. Он входил в команду «Войджеров». Да, то есть он знает, о чем спрашивать. И книга, в принципе, построена на интервью Алана Стерна. Как говорит Дэвид, что он надоедал Алана, значит, отвлекал его от миссии. А давай я расскажу сейчас читателям немножечко о миссии. Дело в том, что «Новые горизонты», «Нью Хорайзонс» – это одна из наиболее интересных миссий последнего времени. Ну, если можно сказать последнего времени, потому что она достаточно долгосрочная. Она действительно задумали в 80-х, реализовывали в 90-х. В 2006-м она стартовала. И миссия до сих пор продолжается. Целью этой миссии было одно из основных – это изучение Плутона, спутников Плутона. Несмотря на то, что он уже не планета, все равно изучить это важно и интересно было. То есть изучение дальних уголков Солнечной системы, ну, вернее, вот той ее части, которая до пояса Койпера. Ну да. И, соответственно, сейчас эта миссия продолжается как минимум до 2035 года. Если вся электроника будет работать, аппарат будет лететь и передавать научные данные. Он стал пятым аппаратом, который вот сейчас уходит, покидает пределы Солнечной системы. У него набрана третья космическая скорость. И он уже к нам никогда не вернется. Никогда не вернется, да. Он на гиперболической орбите. Да, поэтому это чрезвычайно интересная миссия и одна из самых больших, которые делали НАСА за последнее время. Одна из самых сложных. Расскажешь еще, что в этой миссии тебе кажется наиболее интересным? Да. Ну, на самом деле, миссия одна из самых сложных. Да, аппарат, на самом деле, достаточно небольшой, компактный. Ну, как я сказал, это была мечта Стерна. Он давно хотел запустить миссию к Плутону, но, к сожалению, не было технической возможности. И было очень сложно выбить бюджет под эту миссию. И вообще эта миссия – это такая его лебединая песня. Потому что миссия шесть раз закрывалась, она шесть раз возобновлялась, прошло огромное количество всяких трудностей, проверок, полностью переделывалась документация, полностью переделывался космический аппарат. Опять же, был секвестр бюджета, то есть нужно было как-то укладываться и так далее. Были проблемы с ртегами, да, с ядерными источниками питания. И были проблемы с запуском. И вообще миссия, безусловно, завершилась, ну, основная часть миссии, да, пролет Плутона завершился триумфуально. Все мы видели эти потрясающие снимки, да, с горами на Плутоне, с сердцем Плутона. Вот это, да, потрясающе. То есть если посмотреть ретроспективу 20 века, да, когда мы видим такую маленькую точечку, которую открыл Клайд Томба, потом цветное изображение, такое мутное, да, когда снимали крупные наземные телескопы и снимал Хаббл, космический телескоп. И, конечно, вот фотография, которая как раз красуется на обложке, она, конечно, потрясающая. Но миссия вот до последнего момента, она была, в принципе, под угрозой. Потому что, да, вот буквально за несколько суток до пролета полностью были перезагружены компьютеры. В аварийный режим они ушли. И команда понимала, что, наземная, что у них уже практически нет времени снова сгрузить новую миссию, новую программу выполнения этой миссии. И были убраны задачи с меньшим приоритетом. Поэтому, в принципе, не вся научная программа была выполнена, но основная была выполнена. И был составлен четкий план, что зачем загружается по приоритету. В общем, люди там не спали сутками. Но, в конце концов, они победили. И вот все мы видим эти данные, которые до сих пор обрабатываются, вышли, я, наверное, не ошибусь и скажу, что сотни статей научных в самых рецензируемых научных журналах. Поэтому, безусловно, успех. Ты правильно сказал перед записью о том, что если автор художественной книги напишет вот так вот, и тут за несколько суток до того, как снимать планету, все выключается, и не работает ни один прибор, и нужно заново заливать программное обеспечение, то все бы сказали, ну, автор нагнетает. Не бывает такого. Безусловно. Тем более, он летел 9 лет. 9 лет лет? Хотя больше времени он был как бы в состоянии спячки, но все равно, да. То есть, и вот перед самым пролетом случается вот такая ситуация. Поэтому книга написана потрясающе. Она легко читается, поэтому я очень рекомендую ее для прочтения. Вообще, людям, которые не только увлекаются космонавтикой или увлекаются астрономией, а вообще широкому кругу читателей она того стоит. Ну, да, обычно такие книги очень нужны для того, чтобы... Часто человек сам себе задает вопрос, а что там изучают вот вдали, в дальнем космосе? Ну, камень, ну, большой камень, ну, камень размером с планету. Ну, разве это интересно? И как раз такие книги, они дают ответы, они показывают, что ученые смотрят, почему это настолько сложно, как делаются. Тут полностью миссия с момента задумки, то есть... Да, полностью с момента идеи, с момента, когда он начал искать первое финансирование. Вот, поэтому здесь полностью-полностью. То есть, она построена на его воспоминаниях, а большая часть книги построена на интервью в ходе самой миссии. То есть его... По горячему. Да, Дэвид Гринспон, он его отвлекал, вот, и, значит, тот ему там выделял какие-то крупицы своего времени и отвечал. Поэтому это не мемуары, да, то есть это не книга мемуаров, а эта книга, вот, написанная буквально по горячим следам. Даже, наверное, чувствуется вот этот вот накал страстей, и вот эти все перипетии, которые были с этим космическим аппаратом, они вот здесь хорошо ощущаются. Такая книга живая очень. Меня больше всего поражает, как рассчитывают, когда делают такие аппараты для того, чтобы они набрали третью космическую скорость. У них несколько гравитационных маневров, как правило, возле крупных планет. И вот эти подсчеты меня всегда пугают. Мне кажется, что, ну вот, ты чуть-чуть не так не досчитал, и аппарат потерян. Да, безусловно. Вот недавно в нашем институте как раз считали такую перспективную миссию ЛАПЛАС, да, это к спутникам Юпитера. И там, да, абсолютно дикие гравитационные маневры, плюс корабль должен работать, аппарат, да, космический, в таких серьезных полях Юпитера, вот. А магнитные поля? А, радиационные. Поэтому каждый пролет, он съедает, так сказать, время жизни аппарата. И поэтому здесь не только чистая баллистика, да, вот в вакууме, а здесь еще нужно вот считать ту дозу, набранную аппаратом. И поэтому, да, это, ну, это искусство, безусловно. Ну, вот именно что искусство, именно что возможность взять и узнать о нем, прочитав вот эту книгу «За новыми горизонтами». Я еще раз повторюсь, это полностью название миссии России. Ну, мы переводим, когда и «Новые горизонты», по-английски она «New Horizons». И это миссия, которая за последнее время стала действительно одной из самых успешных, одной из самых интересных. Там чрезвычайно интересно было староид «Аракот», которые изучали, он не привычный нам, как просто круглый камень, а нечто напоминающее гантелю или что-то такое. На самом деле гантели – это очень распространенная среди астероидов и особенно кометных ядер. Да? Да, вот такая вот несимметричная гантеля. Как болото. Причем это хорошо видно по кривым блескам, то есть можно уже понять, что астероид не сферический. Да, вот такое тут. Поэтому, да, и миссия продолжается. Изучаются новые транспортивные объекты. Ну, то есть потрясающая миссия, долгограющая и уже вписавшая себя в историю космонавтики и астрономии, безусловно. Отлично. Тогда мы рекомендуем эту книгу. Что у нас дальше, какая вторая? И вторая книга – это автор Рэй Джейвардхана «Охотники за нейтрино». Я сразу скажу, что автор Шри-Ланки, поэтому, возможно, проще будет, если мы будем просто говорить Рэй или автор книги. Да, будем говорить Рэй и автор книги. Потому что, на самом деле, он достаточно давно, это ученый, канадский астроном. Он переехал в Канаду, он родился на Шри-Ланке, переехал в Канаду, там же получал образование. Собственно, в основном там он и работает, в Канаде. Поэтому сейчас он считается уже канадским ученым, хоть и со шри-Ланкийскими корнями. И «Охотники на нейтрино» – на мой взгляд, это достаточно сложная книга для начинающих, нет? Это сложная тема, наверное, но сама книга, я бы не сказал, что она сложна и тяжела для прочтения. Вот как раз заслуга автора, что он о такой глубокой теме, сложной теме, теме на острие науки современной, он написал очень легко и доходчиво. Поэтому не зря, помимо того, что он ученый астрофизик, у которого там сотни статей, но он и популяризатор науки известный. Поэтому в том числе он занимается и темой экзопланет. И поэтому у него тоже есть книжка, и она экранизирована, документальный фильм. Поэтому это опытный человек, который знает, как писать так, чтобы было интересно обычному читателю. Про экзопланеты я, насколько помню, он как раз участвовал в команде, которые обнаружили пылевой диск вокруг звезды, то есть там, где формировалась планета. Это одна из первых таких, по-моему, находок была. И тогда это прям очень прозвучало в научном мире. Да, безусловно. То есть мы увидели, в принципе, зарождение другой Солнечной системы, формирование планет, как все это происходит. Когда-то происходило у нас, сейчас происходит. Точнее, там уже, наверное, тоже это уже на другом этапе развития, потому что мы же постоянно видим машину времени. Астрономия – это машина времени, уже изобретенная. То есть мы смотрим в глубокое прошлое и видим то, чего уже нет на самом деле. Поэтому «Охотники за нейтрино» – такая детективная история, потому что нейтрино – это такие неуловимые фундаментальные частицы нейтральные, которые долго не могли обнаружить. Они практически не взаимодействуют с веществом, испытывают только слабое и гравитационное взаимодействие. И впервые о них заговорили в 30-х годах прошлого века, когда была так называемая проблема бета-распада, когда был распад частиц, и у нас недоставало энергии. Куда-то она выделялась, а куда – непонятно, потому что эти частицы не могли поймать. И чтобы их поймать, то есть нейтринные телескопы, они абсолютно отличаются от телескопов оптических, радиотелескопов, телескопов миллиметрового диапазона. Потому что это не телескопы в привычном нам отношении, с трубой, с зеркалом и так далее. Это огромные циклопические конструкции, которые располагаются либо глубоко под землей, либо на дне моря, на дне озер, на глубине в сотни метров. Это такие фотоумножители, то есть гирлянды, висящие в пространстве. И когда попадает одна частица, происходит возбуждение, и вот эта вот сфера начинает светиться. Вот так мы можем обнаружить, что да, что что-то попало, то, что мы так долго искали. Сначала были обнаружены галактические нейтрино, то есть которые прилетают к нам из космоса. Они, огромные потоки выделяются, допустим, при гамма-всплесках. И сейчас, помимо того, что гамма-телескопы космические ловят сами гамма-всплески, оптические телескопы наблюдают оптическое послесвещение, а нейтринные телескопы, они вот ищут нейтринный след от этих событий. Вот поэтому работают все. И в районе диапазоне наблюдают, то есть тут целый спектр. Ну, я думаю, для читателей найдем картиночку, как выглядят нейтринные телескопы, потому что на самом деле это такое завораживающее зрелище. Их очень часто делают день-ютили на дне или под большим ледовым щитом, чтобы туда другие частицы никакие не прилегали. Да, безусловно. То есть мы, почему это все находится вот там или в шахте глубокой выработанной, да, то есть впервые это все делали в заброшенных шахтах, которые уже выработаны, туда заносили оборудование и смотрели, что получается. Да, то есть обычные частицы туда не проникают. То есть вот тело земли, да, или там вода, или лед, это такой фильтр. А нейтрино, да, они абсолютно спокойно проходят сейчас через нас, через всю студию, да, через всю землю и летят себе дальше. Поэтому поймать вот такую частицу, это на самом деле действительно детектив. И вот автор молодец, что он описал это очень живо, очень интересно. И действительно интересно читать. Я уверен, что даже людям, опять же, далеким от астрономии, просто почитать. То есть здесь нет, это не учебник, здесь нет каких-то, ну, таких сложных, нудных объяснений и так далее. Нет, как искали, как сейчас ищут. Это, в принципе, сейчас, ну, одна из главных таких научных тем, вот, современных, бурно развивающихся, да. Сейчас в нашей стране, на Байкале, введен в строй нейтрейный телескоп. Он еще будет много лет расширяться, улучшаться и так далее. У нас в СССР была Баксанская, нейтрейная обсерватория, она сейчас есть на Кавказе. Ну, там как раз в горах она находится, внутри, да, в шахте. А вот здесь это находится под... Толщей воды. Под толщей воды, да, на Байкале. Хватит ли школьного курса физики, чтобы вот эту книгу прочитать, понять? Да, безусловно. Здесь, я так понимаю, что вообще автор нацелился на людей, ну, абсолютно, в принципе, далеких от астрономии. Талант его, да, что она интересна всем. Даже если ты что-то знаешь про нейтринные телескопы, ты найдешь здесь того, чего ты не знал, скорее всего. Ну, если ты не научный сотрудник, который занимается вот прям проблемой нейтрино, тогда и то. Потому что здесь отлично расписана вся вот история, открытие, да, как это все впервые начали детектировать, впервые начали понимать, что это за частицы и так далее. Вот. Поэтому для широкого круга читателей я могу ее порекомендовать просто для расширения своего круга зора. То есть, если вы школьник старших классов, то стоит эту книгу прочитать, потому что действительно нейтрино – это сейчас одна из, ну, вот, перспективных тем. И идти работать как раз с нейтрино, искать их по-прежнему. Сейчас еще астроном Владимир Георгиевич Сурдин говорил, что сейчас они просто вот ищут специалистов, выращивают, которые будут еще с этим работать, и с этим работать будет еще очень долго. Если вас интересует эта тема, то есть смысл прочитать эту книгу и подумать, а может быть, я хочу заниматься нейтрином. Может быть. Да, безусловно. Вот как раз старшеклассникам, я думаю, что было бы очень интересно, и, возможно, они сделают свой выбор. Потому что вот на самом деле, раз об этом зашла речь, то вообще мой путь в астрономии, он начался абсолютно случайно с книги, взятой вот с книжной полки. Я об этом чуть позже расскажу. А мы можем сейчас, я думаю, как раз переходить. А какая это была книга? Да, давайте плавно перейдем. Я анонсирую следующую книгу, третью книгу. Это книга «Предел Бортля». Научная фантастика, написанная вашим покорным слугой. Ну, прям совсем свежая книга. То есть я... Да, она вышла 9 августа. 9 августа. Ну, тут совсем-совсем времени прошло. Мы практически по горячим следам о ней рассказываем. Тогда вернемся к той книге, которая тебя столкнула на путь астрономии. Да, это книга Зигеля «Сокровище звездного неба». Это средняя школа, летние каникулы. То есть я абсолютно вот... Видимо, наверное, на улице шел дождь, потому что мы не гуляли, да, и мне было скучно. И я там у бабушки дома перебирал книги, которые есть на полке, и взял ее. И вот с этой одной книгой буквально дальнейшая судьба, она изменилась. Поэтому это такая, может быть, немножко пафосно, но это действительно так. Поэтому я верю в силу книг, и поэтому я считаю, что и эти книги, и я буду очень рад, и я здесь от автора написал об этом, что если кто-то, прочая эту книгу, заболеет астрономией, загорится астрономией, то, в принципе, тогда моя миссия выполнена. Вот. А сама книга, это научно-фантастический роман о такой теме, как астронидно-кометной опасности. Но это не подход голливудский, да, то есть это... Не смотри наверх. Да, не смотри наверх, и, ну, кстати говоря, сразу отвечу на этот вопрос, Да, потому что мы все равно... Разошло, да. Эта книга написана, здесь даже в конце стоит дата, она меня вставила в рукописи, мы ее оставили, потому что люди понимали, когда она была закончена. Поэтому она закончена за полгода до выхода «Не смотри наверх», и я даже не знал об этом фильме, что он... То есть я узнал уже ближе к лету, и я подумал... То есть книга еще не была... Ну, она была написана, но до выхода оставалось там еще много времени, и я подумал, а что если вот как-то они... Что-то такое, и получится, что у меня плагиаты, я столько писал, зря. Ну, нет, они абсолютно разные книги, и я, в принципе, не согласен с тем, что показано там, даже не в плане техническом и научном, это мы к этому еще подойдем, а вот в плане социологическом. То есть сейчас вся тема с астероидной кометной опасностью, с сближающимися астероидами, летящими к Земле, она подхватывается, она как бы вот развивается на флаге, и поэтому только дай повод, и эта тема, она пока не надоела. Я не знаю, когда она надоест, может быть, в будущем кому-то, но пока вот кричать волки-волки, пока все кричат, поэтому, что будет дальше, посмотрим. Я сразу спрошу, насколько правильно ли я понимаю, что большинство астероидов и комет, которые у нас в Солнечной системе, они в общем и целом, которые мы знаем короткопериодически, они описаны. И основную опасность, скорее, составляют, если вдруг что-то там из другой звездной системы к нам прилетит, либо какая-то очень долгопериодическая комета, которую мы еще не видели. Да, я согласен. То есть все крупные околоземные астероиды, по-научному астероиды, сближающиеся с Землей в нашей российской научной среде, они, в принципе, каталогизированы. 99%. Краткопериодические кометы тоже мы их... Они находятся новые, но, в принципе, они более просты для детектирования, потому что они... Это очень такое сложное слово, да, они изотропные, они все летают в плоскости нашей Солнечной системы в основном. И мы знаем, где их искать. Там же, где и астероиды, в принципе. А вот долгопериодические кометы, динамически новые кометы, которые впервые прилетают к нам из облака Орта, они могут потом перейти на меньшую орбиту, да, либо быть, наоборот, выброшенной Солнечной системой Солнцем или Юпитером. Они изотропные, они могут прилетать абсолютно из любого, из любой точки небесной сферы. Поэтому вот это главная опасность. И, в принципе, героиня, да, этой книги, это долгопериодическая, динамически новая комета. То есть здесь я старался, почему я выбрал не научно-популярный, да, формат, а художественный, я хотел, чтобы как можно больше людей познакомились вот с этой книгой, да, узнали о том, как на самом деле обнаруживают кометы, как ученые понимают, что это опасное или не опасное тело, как они строят орбиты и так далее. Потому что вот на всех моих каких-то встречах и лекциях главный вопрос вот такой прикладной, а вообще, как вы обнаруживаете кометы? Потому что кто-то до сих пор еще думает, что мы вот там в колпаке со звездами, в мантии, значит, каждую ночь... Прикладываемся глазом к наглазнику окуляра и смотрим. Все на самом деле уже не так. А можно я скажу для наших читателей? Дело в том, что Леонид, вот тот как раз случай, когда человек максимально хорошо знает, о чем пишет, дело в том, что Леонид Еленин открыл шесть комет, если я правильно помню, и несколько десятков астероидов. 122. 122. Вот. Пока. Пока. И ты продолжаешь работать над этим? Ну, сейчас уже в меньшей степени, чуть другая у меня задача, но открытие астероидов это такой сложный процесс, когда тебя официально зачисляют. Поэтому я уже не наблюдаю активно с конца 18-го года именно малые телосолнечные системы, а открытие постепенно. То есть обычно вот от того, как ты впервые видел астероид, до того, как тебе признали, что это твое открытие, проходит там 10 лет. Поэтому я еще набираю свои открытия постепенно. Сначала ты работаешь на зачетку. А потом, да, да, да. Да, действительно, я подумал, то есть главной геей книги было поделиться вот этим знанием. Потому что я подумал, ну, а кто, если не я, в принципе, таких специалистов, ну, в России мало, в мире тоже мало. Сейчас я работаю над второй книгой, для нее я подбирал статистику, и оказалось, что количество всех астрономов, открывших кометы, заметно меньше, чем всех людей, побывавших в космосе. то есть меньше 500, а люди по вашему космосу там к 600 подбираются. Поэтому вот... чрезвычайно узок их круг. Да, и поделиться этими знаниями, я думаю, что это очень важно. То есть это моя... Ну, это громко звучит, опять попав, основная моя миссия. Вот я хотел об этом рассказать и такую книгу создать. И художественная она именно потому, чтобы ее читали люди, даже далекие от астрономии. То есть я старался соблюсти баланс реалистичности, безусловно. Здесь не будет Брюсов-Виллисов, здесь не будет вообще подхода Голливудского к тому, что показано там. И, допустим, там многое вообще не показано. То есть процесс открытия кометы везде, он не то что упрощен, его просто нет. То есть люди по одной фотографии, кликая на нее мышкой, получают полные данные, как будто скачивают из Википедии. Хотя это сложный процесс. И вообще понимание, опасен ли объект, и в какой степени он опасен. И вот на вот такой как бы научной базе строится вся, безусловно, детективная история, которая здесь есть. Потому что это не производственный роман о трудных буднях астронома. Нет. Ну, кстати, я бы прочитал и производственный роман. Безусловно, да. И была такая идея. Но, скорее всего, это было бы интересно только любительным астрономии. А все-таки я был нацелен на максимальное расширение аудитории. Поэтому, безусловно, здесь добавлена детективная история, но я ее старался сделать максимально приближенной к реальности. То есть это мой взгляд, ученого, который открывал кометы, который занимается астрономной кометной опасностью, который входит в комитет по астрономной кометной опасности, Академии наук. Как я вижу эту проблему? Как это может реально развиваться? Да, безусловно, здесь есть художественные вымыселы, не без этого. Иначе бы книгу просто было бы неинтересно читать. Все-таки это художественная книга, поэтому, безусловно, это не стопроцентная реальность. Но существование такой кометы физика никак не препятствует. То есть у нее настоящая орбита. То есть для этой книги я создал комету с настоящей орбитой и все расчеты, как она летит на небе. То есть она летела так, как мне нужно. Это объясняет, почему ее не обнаружили раньше и так далее. Почему ее вообще сложно было наблюдать. Она действительно сближается с Землей. Я итоги книги, конечно, не скажу. Читайте, да. Я просто тоже, я честно скажу, что я еще эту книгу не прочитал. Уже купил, но прочитать еще не успел. Поэтому я сейчас практически так же, как и большинство наших зрителей, впитываю и надеюсь, там, закончится ли все хорошо. Что-нибудь, а что скажут. Да, читайте, читайте, читайте. И на самом деле идея книги, она родилась где-то в 15-16 году. И, наверное, больше там 3-4 лет я не мог вот связать. То есть мне нужен был реализм и финал, который я задумал. И причем этот финал должен был получиться абсолютно научно. То есть не с помощью черной магии, каких-то придуманных космических миссий, которые пока, к сожалению, невозможны. Мы не можем отклонить тело массой триллионы тонн. В итоге все сложилось. Буквально сложилось. Я вот об этом часто рассказываю. Я просто лег спать, и мне вот фильм. В голове показали просто фильм, что должно быть. Я встал, записал полторы страницы этого текста, такой краткий сценарий. И вот, когда начался локдаун, я понял, что либо сейчас, либо никогда надо садиться и писать. Ну, вот так родилась эта книга. Сразу вопрос. Считаешь ли ты, что эта книга, она должна как бы стать ее миссия, чтобы человечество задумалось нормально об этом? Не, а, паникуем, паникуем, комета может прилететь, а действительно нормально, и, как я понимаю, сейчас проблема в том, что нету достаточного финансирования, но вот как раз такие миссии, которые в будущем послужат человечеству именно с созданием того самого счета, который может сделать. То есть ранние обнаружения, какие-то действительно, вот сейчас НАСА делает как раз примерно в эту же... Да, вот, через несколько дней, да. Дар должен, это самое, попасть в астероид и попробовать его отклонить. Вот эти миссии возможного отклонения. Потому что, ну, пока мы живем, и пока не прилетело, а потом-то будет уже делать поздно. Да, это абсолютно вот правильный вопрос, и он как раз здесь вот ответ на него я попытался дать. И да, к сожалению, получается так, что пока не случится трагедии настоящей, наверное, ничего не произойдет, я так думаю. Конечно, я поднимаю эти вопросы, но я реалист, я понимаю, что эта книга, она вряд ли что-то поменяет, но, безусловно, то есть задачи обнаружения, они решаются. Но, опять же, допустим, объекты вот такого типа, они могут быть обнаружены как за несколько лет, так и, допустим, за полгода. И нужно понимать, что такой объект, вот, миссии типа Дарта, не отклонить. Миссия Дарта – это так называемая слабая сила. То есть мы даем очень слабый импульс, потому что нужно понимать, что 300-килограммовая болванка даже на огромной скорости и даже маленький астероид весом там миллионы тонн, десятки миллионов тонн, это разные вещи. Поэтому, да, безусловно, мы повлияем на орбиту, но она будет меняться очень медленно. То есть это сценарий апофиса, когда мы знаем, что через там 30 лет возможностей столкновения, мы можем рассчитать и аккуратно, мелкими воздействиями, точными воздействиями, такими хирургическими воздействиями, мы можем аккуратно его отклонить. Но когда объект открывается и до столкновения месяца, да даже в несколько лет, то на данный момент мы ничего не можем сделать. Мы можем только рассчитать зону эвакуации, грубо говоря. Да, да. Теперь я еще больше имею мотивации, чтобы прочитать эту книгу. И на самом деле, по-моему, у нас сегодня получилась интереснейшая беседа, в которой были и детективы по поиску нейтрина, и современные миссии, и астероидная опасность. Спасибо огромное, Леонид, за то, что пришел. Мне за что. Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что мы еще встретимся, поговорим. Ты, насколько я знаю, сейчас пишешь научно-популярную книгу? Да. Научно-популярная книга о кометах. О кометах. Вот тем более... О моих любимцах. Тем более интересно. Поэтому огромное спасибо. Сегодня были замечательные, интересные книги. Ну а мы на этом прощаемся. Всего самого замечательного. До свидания. Спасибо. До свидания.